сегодня 5 августа 2024 года понедельник утром завтрак такой нас все трое осталось вот брат Владимир Александрович Паченко и Николай Георгиевич Кузнин кажется Сургута там откуда-то оттуда каждый год нам помогает но сейчас разговорились я говорю а у меня вчера интересное уже вечером можно спать ложиться сошел человек один говорит у меня к вам просьба вот такое дело говорит я вот работаю ну и назвал работу свою столяром работаю я еще ничего не знаю не еще не знаю ну вот он меня пригласил товарищ военный знакомый другая организация тоже с этим связано со столярным делом а мы диваны разные там делаем ну и приглашает к себе и там почти в два раза больше платят у меня десятина тогда больше будет он перед Богом то я бы это Николай Георгиевич это рассказал это а вы мне сразу что сказали что он не самостоятельный мужик да я не сказал что он не самостоятельный мужик а как сказали что-то советуется не может решить где работать он же работает ну во-первых да мысль такая моя но это там и жизненные практики то же самое когда человек остается один допустим и он привык постоянно обращаться к кому-то получать советы то оставаясь один он не может принять решение он начинает он начинает не знаю то влево то вправо обращаться обращаться и получать совет это надо но когда нету самостоятельности тем более он рассказал что совет был с отцом а теперь отца он не слушает ищет советы еще дело вот что я должен был еще раз повторить это отец не верующий отец говорит объясняет так вот дел потеряешь а это ну а дальше то какие события у этот человек состоит в нашей группе интернетной группе что интересно и он никому не обратился он мне сказал вот я прежде чем к вам обратиться я обратился к святой библии что она говорит и нашел в этой салтыре и остальное там я не знаю три кажется места прище соломона без совета дело расстроится как-то не состоится дважды написано но он и говорит я решил узнать я по порядку расспрашивать сколько лет ему какое семейное положение да какое какая работа где работаешь или новую дальше тебя дома как они насчет воскресенье чтоб тебе в храм ходить надо здесь тебя знает отношения говоришь хорошие а там может быть хуже а если тебя там не примут ну не то не понравится преследовать будут там верующих же с бородой такой приятной наружности и и что будет дальше вы это все обдумали вот то и оно что тут думать то приходится он одно только десятина будет больше раз а потом я же не последний день на земле то я хочу чтобы знать я говорю если ты пойдешь туда обязательно отца поблагодарить за то что тебе дал а потом объясни ему что что и как вы мне сразу сказали а вот вы тоже обращались когда-то богу то а почему не к людям обращаться так устроена человек что мы спрашиваем друг друга опыту одного большего другого не хватает а об этом деле я говорю я помолюсь сегодня ночью я ночью вышел по звездным небом помолился когда вспоминал других белоусова там этого андрея римовича всех вас по именам всю деревню и его я грунтон и господи положи ему на сердце я не знаю надо не переходить но если вы не перейдете вы все время будете оглядывать сеть я получил сегодня не 90 тысяч а 180 вот понимаешь а когда вы это испробуете посмотрите потянете нет что они готовят они там какие-то игрушки они могут там счетчиков разных они там такие люди были сбыть надо заранее скажите что нет то есть я бы обезопасил со всех сторон и как пойти по молиться и от начальства если ты вернешься тебя примут примут но отношение ко мне будет уже другое я буду это быстро загладиться люди приходят уходят воруют матерятся у тебя пропуска ни одного нету так так вот такое то дело поэтому мой тебе совет помолись еще раз и на твоем месте я бы пошел туда это не на один день за год ты сколько потеряешь а если перейдите 5 лет работать это считать надо 10 лет работать поэтому умудрись и поэтому совет держать надо всегда а я вот вы меня спросили а я как я обращался к писанию никого нету потому что я на корабле все неверующие но когда я сошел на берег когда сказал что я поступил в высшее мореходное училище и стал проповедовать мне сразу капитан вызвал в пролог и говорит территория корабля это территория государства ни один жандарм не имеет права заходить в другой стране где у вас свой человек будет стоять у трапа который на корабль идет и у вас не заладится корабль там что-то где-то ты еще богу будешь называть то есть но я понял что не получится у меня хотя я море любил не выскажу а в степи вырос откуда такое в город войду мне кажется дома меня дарят со всех сторон а там до горизонта из воды в солнце поднимается и луна и вот такое дело а когда я сходил на берег без совета ничего не делал кто-то поехать мне домой менять работу я как раз эти вопросы задавал но молился вот и совершил я там грубую ошибку такую грубую непростимо грубую приехал родной брат ну и что он приехал но он моложе меня я его принял я выезжаю меня прижали там как а я его с собой то не взял на работу то устроили здесь большая пожарная команда это не просто пожарная какая большого значения за рубежом нефтебаза там лопата лопата медью покрыта между собой когда вагоны идут схватка там как варенки такие вставляются чтобы ни одна искра ни где не была и когда ну тренируешься мы-то пришли там что а я там вместе с ним прожил даже командиром отделения специально одни стены стоят без окон а только такая как буква г лесенка ты захватал на первом этаже закинул а там крючки она как зубья такие вот буква г и теперь второй этаж на третий а там веревкой человека нужно привязать и не задушить его и теперь на веревке как упустить пожар идет когда отдыхают все а мы с братом то там работаем ну и месяц не прошел нас сразу заметили что мы в первое место вылезли я его там оставил то а дальше то он слабенький был а власти то в это время кинулись и поставили я его не знаю там гостеримонов фамилия его не зависит этим Лапкиным то и Иосипом парень то то в том религиозном болоте с братом то это то уехал большой то а это остался я не так проходит там еще месяц брат находился на работе его вызвали этого гостеримона что умел то и научил я другого ничего не знаю я раз пригласил его куда надо другой он поплыл моя вина всегда вина он мог бы уехаться но я он не самостоятельный был я мог бы его взять с собой а я в это время далеко уехал и власти от меня оторвались потому что за мной когда гонялись попутно сказать они не знают где оторвался от них на работе все время за мной наблюдают а в это время второй сторож и говорит у меня вот такая вот там по дому за меня по дежурке а я потом за вас а начальника не предупредили а начальство а его КГБ ведет начальника то я за него то дежурил не заметили а когда пришли в мое дежурство а вот а почему где лапки мне ну они как поднялись а он начальника возил на машине когда-то и начальник на него ты говоришь вам по интересному я не трогаю лучше а то я расскажу все когда меня будут тискать то человек меня выручил как они за мной ну какую сторону не знаю а я в сторону Хабаровска меня там ждут я везу пленки я зашел на стройку стройка суббота была где-то под досками спрятал а как билет купил я пошел вытащил поезд теперь я еду в москву как они меня знали видимо фотографию разослали то я еду а эти сверху от которой эскалатор там вниз едут кричат он здесь внизу там держите его а я никуда не убегаю в москве и они меня засыпили тут а ничего не было дальше а дальше то еще два три пять шесть человек нас и мы пошли в соборе Василия Великого проповедовал Третьюковской галереи там даже трудно сказать где не проповедовал но меня больше они не трогали но проверили они как-то сотрудника одного такого а им дали ему 30 лет кажется было в КГБ работал а ему дали там по бутылочке праздник военнослужащий какой-то ну и милиция то его и вывезли и убили его а тогда антропа была розыгрыша прошел вскрыл и все это надо трех или четырех к расстрелу офицеры то другое со мной никогда этого не было вот мы идем а бакисты там встретились со мной интересно такие ребята говорят мы не можем сказать за нами глядят или нет а как а пойдемте на площадь возле КГБ там площадь такая есть прошли они говорят вот эти сзади которые там за нами идут сейчас мы только за угол идем бежим со всех ног и там есть узенький такой проход мы туда с той стороны там машина нас уже ждет вот нырнули в эту нору на той и все оторвались и когда приехали туда и вот у них который руководитель один вот они когда не придумали что сказали он такой веселый что меня они ждали я приехал православные братья говорят вы знаете вот песню-то поют говночист там вот такая вот я целуюсь с братьями ну говном меня воняет говорит а почему мясо жрем а сын нафиг говорит я поздоровался поцеловался они в губы целуются они в пластине как у нас так вот хлебом свежим пахнет а мне больше ничего питания то нету но до того интересные ребята такие и вот такое дело совет я всегда совет держал куда меня поворачивать вот из этого города туда ехать или сюда как вы думаете а там созвонитесь чтобы нас на пути уже встретили народ был и вот меня первый раз привезли в билиси тогда этот наум то он был еще рядовой и вот он там подошел у него в георгии виде бога присвятил это и сказал так и так православные православные проповеди и он мне прям ко мне подошли во время его служения их баптистка и мне проповедь скажите народу пожалуйста ну больше половины собрания я говорил я только сел все в это время один согнулся там чтобы не попасть туда дошел мы до дистанции там вы будете у нас мы собрание откроем а потом два часа вашим я вот отдельный у них 8 часов проповедовал это бог делает а меня как раз туда тясь на ум послал по совету поэтому совет это большое дело но надо знать из тысячи пусть один иногда сердце человеку подскажет больше чем всем страшников которые наблюдают вот это сераха пишет так вы правы здесь да но в данном случае вот этот человек я ему низко сказал сам это чтобы не оглядывался был момент меня звали приглашали я не пошел а теперь ты побудешь там и увидишь стоит или не стоит возвращаться думаю он не пойдет назад взявший заплух назад не вот и еще момент еще и знаете тихо вы сказали что вот он говорит десятина десятина больше будут плодить вопрос о десятине если рассматривать то господь увидел что две лепты положила вдова последние две лепты сказала и сказал он что она самое большее она дала почему для бога нету разницы сколько ты дашь эти дают от избытков тебе будет избыток ты будешь давать больше или ты дашь от всего сердца дашь богу для бога важно чтобы твое искреннее было желание дать я так понимаю а это вот я буду работать и получать больше десятина больше да сколько не дай и все и все растратится а как ты относишься к десятине здесь это другой вопрос совершенно во этом прикрываться десятина и молодой человек нельзя не платят дело того чем это была вдова женщины не работали вообще ни одна не работала во всем израиле а где она будет работать нигде не принимали дальше то а бог смотрите на то что подал а на то что у тебя осталось она положила все пропитание для лепты это пол кирпича хлеба и она его положила туда нуждающийся у льва толстого там есть такое тоже она зашел странник она не поняла что это ее родной брат он так изменился монашести было потом так получилось что в мир ушел и зашел сестре обедать она не узнала его нету всего-то было десять рублей кажется и она дала рубль он не стал уйти а она думает вот жарина-то у тебя 9 а там есть а человек голову прихладить негде-то она подожди минутку пошла и сгребла все до 2 рубля и отдала вот как так здесь вот я считал про одного миллиарда миллиардера в америке миллиардера это очень большое звание это он шляпами занимался шляпами торговать но я как положил у меня нет кажется такое какое-то ну и православные то я положил десятилу платить всегда надо я его платил платил сколько там центы но я сказал что мне надо так сделать чтобы мой товар покупали больше чем другие он нанял одного человека посадил его у входа в этот шляпный магазин и купит стонет выходит вон останавливает скажите это сколько стоит пишет а вы хотели бы чтобы это шляпе что-то было да вот это вот трудно ли было перо вставить там страуса он пишет перо сзайм ставить кто выходит а так вот как да вот смеет тут можно было такую ленту сделать чтобы она светилась и он пишет и он этому-то принес когда он теперь открывает шляпное дело и все это перо все-все и к нему все кинулись а он платит платит дюпонта этот ну и платил то я говорит копейки а сейчас ведь каждый месяц я отчисляю миллионы миллионы от скольких людей которые поднимаются где-то так что большое дело рубль или что а господь похвалил от дальше всего но не то что много это плохо много это всегда лучше намного вот смотри я милостивый он епископ был и вот он сидит однажды при входе монастырь и заплакал да господь меня сегодня оставил совсем мало людей пришло пообедать а сколько до сегодня человек 300 300 мало а вчера это 3000 было вот как рассуждали значит у него все есть а другой набрала платить нечем нету и он говорит а сколько у тебя есть пшеница была кончилась он так посмотрел о обороне у тебя пшенищенька потихоньку взял ее и брось ее там в окно в этот где она находится склады подставил маленько так пшеница то у тебя есть а где я сказал еще нету открою отначально дверь не открывается там пшеница задавила ты послал тебя господь принялся но из бородежества это тебя был больше благословил вот как пышка все это бывает редкие такие моменты так что вчерашний который у меня зашел гость а это не содружества он именно ко мне обратился а я бы все расспросил если не получится и какой ход тебе надо сделать я думаю что он обратился это хорошо он успокоится и обязательно выйдет мне еще хочется добавить Игнатий Тихонович очень часто при принятии решения забывают сказать да будет воля твоя а он не забыл как раз человек который зашел вчера я говорил я буду молить только одно не переходи тебе и не оставаться только одно да будет воля твоя возбудит вот вот к чему мы пришли вот мне однажды звонят в Германии в Германии вот мы просим вас помолиться у нас один внук один и серьезная большая операция на сердце я говорю у вас что в Германии молиться некому ну тут вот все говорят вам Бог отвечает в Германии как мне говорили в Италии во Франции там точно такая же история в Англии а там молва такая идет ну ладно да как еще молиться но операция идет я поставил моленькое давай помолимся вместе помолись я говорю операцию будете делать на седьмой минуте он умрет такой выход берете а почему умрет смерть не в моей руке вот понимаете как она опять молиться или не молиться молчание ну нельзя же так чтобы не умер я просто испытал вас будем молиться сейчас стали молиться часов 7 прошло они говорят операция такая успешная была но температура за 40 заваливает помолитесь я начал молиться она звонит не надо температура резко упала вниз это Бог делает это благодать Боже моего там ничего нету и как ну сыну все операция нормальная при том это неоднократно было вот с этим познакомились даже переписка идет его Леонтий звать вышел на меня это вы Игнатий Лапкин я говорю так вы ночью пришли я спал а он поехал в Америку подработать денег ухаживать за больными а там за это день не платят вы подошли как пнули меня сейчас спишь вставай на молитву а ты кто такой это он во сне Игнатий Лапкин но я как потом днем то давай искать в интернете я нашел вас вы здорово пинаетесь и так установилась такая связь а вот пятидесятник все готов принять православие но настолько интересно проходит какое-то время кажется в Англии один-то ой-ой-ой как много-много думал как в нулю меня я спал то же самое они друг друга не знают это прямо невероятно я говорю почему я ночью-то так часто просыпаюсь покажу звездное небо а меня здесь и нету в это время вот на этого Белоусова-то Андрея Ремова еще уже четыре покушения было а они мне выставляют ролики и значит вы дайте свой отзыв там покажите что вы поддерживаете мы там пенсии наших людей сегодня разворовали 11 триллиона сразу же вернули только ну а я еще я молюсь и Господь показываю благодарим брата хорошее время у нас раздавала мы благодарим Господа да помолитесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь благослови Господи этого брата принять разумное и правильное решение то что он обратился за советом это его тоже решение это тоже самостоятельное решение это ему честь и хвала как он будет принимать решение это все зависит не только от него но и по милости твоей Господи мы благодарим тебя Господи за все за твое разумение к нам что ты нас наставляешь что ты даешь свободу свободу выбора и понимание как нам жить по слову твоему ибо слово твое есть истина за все тебя Господи благодарим отец сын и святой дух аминь спаси Христос за беседу спаси Христос иначе разрешите обнять вот так покажи у нас какое изображение все святые Кирилл и Мефодий здесь есть Василий Великий Григорий Богослов я могу даже взять показать и ни у кого длинных волос нету нету видать нет да пожалуйста у меня священник знакомый я говорю зачем ты это а вот у Христа да ты рисуй так это длинные волосы были у тех которые давали обет Богу вот там на сколько-то время там потом а сразу же и встретились нет этого он пожалуйста Кирилл и Мефодий нигде нету а тут а вот сегодня там Феофан Затворник Ян Кронштадтский да так потом пошло так вместо духовного роста волосам отдали волосы женщина растит для нее честь а для мужчины написано бесчестие и это никуда не денем какие бы не были люди но они после писания идут они не могут быть выше то что Бог сказал вот так я ухожу так молодец